Уходящий 2023 год запомнится казахстанцам громкими преступлениями и арестами. К сожалению, в большинстве из них жертвами становились самые беззащитные – женщины и дети, начиная от зверски убитой пятилетней Ерки Жан, заканчивая страшной смертью жены экс-министра Салтанат Нукеновой. Какие происшествия потрясли страну и создали общественный резонанс, смотрите в следующем материале. В феврале на всю страну прогремели сразу две жуткие трагедии. В Алматы 48-летний мужчина застрелил жену, а затем покончил с собой. Инцидент произошел в микрорайоне Курамы. Сокровавленных родителей обнаружил вернувшийся с работы сын. Он позвал на помощь соседей. Последние предполагают, что на такой шаг мужчина мог пойти из-за перспективы развода. Убийство было на фоне ревности. Муж убил жену. Обнаружили в семье 20. Сын приехал, когда у него нет. Не в разводе, задавали на развод. Через четыре дня после вторая жуткая трагедия произошла в столичном комплексе Хабар. Останчанин зарезал тещу и выбросил из окна седьмого этажа четырехлетнего племянника, а после выпрыгнул сам. Супруге тирана удалось вырваться из его руки и обратиться за помощью к соседям. По словам последних, мужчина страдал игроманией и имел миллионные долги. Около пяти утра к нам в дверь стучаться. Я открыл, стоит девушка, вся в кровище, избитая. Говорит, у меня муж сошел с ума, он игроман и сбил меня. Бил утюгом, всем, что под руку попадало. Хотел ножом ударить, увернулась и прибежала к вам. Я оделся, вылетел. Под моим балконом маленький мальчик, под головой лужа крови с мозгами. Когда вышел, все это угол, вот сейчас справа с ним посмотреть, то урна стоит, и от урны до угла было все загорожено палаткой, написана полиция. И сотрудники полиции все ограждение поставили, как обычно сами ленты ограждительные. А в апреле в Казнете начало распространяться видео жестокой драки школьниц в Узкоминогорске. На кадрах девочки избивают и раздевают сверстницу и снимают это на видео. Все это под отборнейший мат. К слову, двух несовершеннолетних приговорили к трем годам лишения свободы. Другой назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей суммы 9 миллионов тенге. Ребенок, который испытал такой стресс, которому оказывалась медицинская помощь, а теперь еще оказывается и психологическая помощь, он попадает под двойной стресс. Поэтому тот, кто распространяет, должны тоже понимать меру ответственности за свои поступки. В этом же месяце жуткая находка потрясла жителей Алматы. Среди бела дня в магазин мужчина принес в пакете голову женщины и оставил ее там. Заглянувшую в пакет продавщицу шокировало увиденное, а тело несчастной полицейские обнаружили в одном из парков. Убитой было 47 лет, она бездомная и судима за наркопреступление. К слову, самого убийцу суд приговорил к 20 годам тюрьмы. Мужик возраста 60 лет, голубые одежды, маски, перчатки. Тихо прошла и в магазин зашли. Потом слышала это человеческие головы. Леденящая душу трагедия произошла в июне в Туркестанской области. В селе Жибекжола нашли тело зверски убитой пятилетней яркижан. Позже стало известно, что расправившийся с девочкой сосед-убийца отсидел 10 лет в тюрьме за убийство. По делу яркижан подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы и химической кастрации. Кроме того, ему предстоит выплатить семье своей жертвы 100 миллионов тенге морального ущерба. Пожалуй, самым громким преступлением этого года стала страшная смерть Салтанат Нукенова. 9 ноября весь Казахстан потрясла новость о том, что экс-министра экономики Куандыка Бешимбаева подозревают в убийстве супруги в одном из столичных ресторанов. Родные погибшей сообщили, что на теле не было живого места, а на голове были пробоины, и левый глаз жертвы вытек. 12 ноября экс-министра арестовали на два месяца. Сейчас проводится расследование по статье убийства, совершенное с особой жестокостью. В голове несколько есть глубоких пробоин. Чем это было нанесено, я не могу сказать. В том числе и на руках, на теле, на спине, на нашей стрелке нет места, живого места не было. Эта трагедия подняла беспрецедентный общественный резонанс. Президент страны Касым Жумар Тукаев поручил руководству МВД держать расследование убийства Салтана Атнукеновой на особом контроле. Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок. 2023 год не обошелся и без громких судебных процессов, в том числе над бизнесменом Кайратом Бурамбаевым. Его приговорили к шести годам тюрьмы за растрату и легализацию более 14 миллиардов тенге, принадлежавших Кастрансгазу. Однако в октябре суд изменил меру на ограничение свободы и решил выпустить его из колонии. А все потому, что Бурамбаев отбыл треть срока и полностью возместил причиненному государству ущерб. Среди возмещенных активов – нефтяные месторождения торговой центра и гостиницы. Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени пребывания службы апробации для постановки на учет. И ведется апробационный контроль, куда направляются также характеризующие его материалы. Поставили в этом году точку и в деле бывшего председателя комитета нацбезопасности Карима Масимова. Его приговорили к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышения власти и должностных полномочий. По этим же статьям сроки получили и его замы. Масимов Карим признан виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание. 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимает должности на госслужбе. Доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов США. Приговор не вступил в законную силу. К сожалению, 2023 год был богат на громкие преступления, однако именно они помогли казахстанцам добиться ужесточения законов в сфере семейно-бытового насилия и буллинга. А Салтанат Нукенова стала символом борьбы женщин против домашней тирании.